Больше, чем музыка. Некогда творческий эксперимент в арткомпании «Трамвайчик» оказался проектом без срока давности. Он пришелся по душе любителям авторской песни. Коллективу уже более 10 лет, и до сих пор квартет продолжает радовать зрителей своим творчеством. Море манящее, чувствуем запах, что тут еще сказать. Название коллектива «Трамвайчик» для его участников очень значимо и дорого. В 2007 году ликвидировали последний трамвай в нашем городе. Мы все его очень любили. Это был такой народный вид транспорта. Строился на народные деньги в нашем городе. И вот мы решили назвать наш коллектив в памяти «Трамвайчиком». В общем, в этом что-то такое доброе есть, солнечное. Все члены коллектива занимаются бардовской песней не один десяток лет. Ирина и Елена еще до создания квартета выступали дуэтом. Мы даже не представляли 11 лет назад, во что это выльется. Вообще создавали как проект. Объединились сначала вчетвером, хотели как бы типа создать клуба, но клуба не получилось, потому что слишком маловато было сил. Да и, видимо, уже и время прошло уже для клуба, поскольку мы уже были не молоды. И собираться вот так просто петь старые песни было уже неинтересно. И поэтому предложили создать вот такой проект. Проект квартета. Причем опыта квартетного пения ни у кого не было. За годы совместного творчества квартет «Трамвайчик» вырос до коллектива, который достойно представил город Иваново на Всероссийском фестивале наших песен «Удивительная жизнь». Число участников на нем превысило 500 человек. В прошлом году мы приехали в Москву. Фестиваль проходил в Государственном Кремлевском дворце. Мы стали финалистами этого фестиваля. Урядами мы не стали. То есть финалисты фестиваля вышло 4 коллектива, в том числе и мы. Но мы все-таки на этом не успокоились и решили в этом году повторить поездку. Но опять мы стали только финалистами. В репертуаре бардкомпании как песни классиков Юрия Виттброга была так у Джавы, так и близких друзей. Записали три альбома. Активно выступают с концертами и участвуют в фестивалях. Один из них всеобщей радости даже состоялся в Звездном городке. Я в свое время имел отношение к космосу, к авиации, работал в конструкторском бюро. И я ездил в 91-м году на фестиваль на космодром Байконур, где познакомился с очень хорошим человеком Александром Калистратов. Он был президентом клуба на Байконуре авторской песни. В то же время он заместитель руководителя пуска «Буран Энергия», то есть вот на этой площадке, капитан. И вот на этом фестивале, мы столько лет не виделись, мы встретились с ним в Звездном городке. И счастливы еще от того, что мы побывали в этом месте, в принципе, потому что сам фестиваль, он такой маленький, очень камерный фестиваль. Но само по себе, что мы в этом месте побывали, мы побывали в музее космонавтов, мы были в кабинете Гагарина. У коллектива есть свои подконники, которые ждут концертов. А новый сезон «Квартет» открывает, как правило, осенью. Первый концерт, который мы планируем 21 октября, это зал на Крутицкой детской библиотеке, Крутицкая 9. Я так думаю, как всегда, в 4 часа. Сезон получается 5-6 концертов. Свободного времени не так много, и все участники «Квартета» работают. И выкраивать время даже для репетиции по вечерам не так просто. Но пока есть публика, которая хочет слышать авторские песни, коллектив будет продолжать начатое. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин